здравствуйте дорогие друзья компания санаториумс является вашим персональным помощником при выборе санаторно-курортного лечения и сегодня мы находимся в курортном городе теплице у санатория юдито санаторий юдито расположен прямо в парке в центре курортного города теплице в чехии для заселения вы можете воспользоваться парковкой прямо у главного входа в санаторий но напротив через дорогу есть отдельная парковка где вы можете запарковать свой автомобиль за дополнительную стоимость актуальную стоимость смотрите на нашем сайте санаториумс.ком начнем наш видео обзор санаторий является военной лечебницей и оборудован всем необходимым для комфортного проживания а также приспособлениями для людей с ограниченными возможностями дорогие зрители сейчас я нахожусь рядом с директором санатория юдито здание из божио здравствуйте здание скажите пожалуйста пару слов о вашем санатории наш санаторий был основан в 1879 году как заведение для лечения служащих в австро-венгерской армии и санаторий существует и функционирует по сегодняшний день мы пережили много реконструкций последнее было сделано около 10 лет назад санаторий без остановки модернизируется например недавно мы обновили наш рацион питания сам по себе санаторий очень удобно расположен на курорте большая часть всех наших процедур проводится с применением термальной воды курорта специализируемся мы на лечении опорно-двигательного аппарата и неврологических заболеваний одна из особенностей санатория заключается в том что пациенту никуда не нужно ходить все процедуры он проходит в одном большом комплексе как я уже сказал юдита расположена в очень удобном месте в окружении парков гость может воспользоваться не только лечебными факторами курорта но и провести время гуляя по курорту и изучая его достопримечательности дорогие друзья приглашаю вас в городе теплице в санаторий юрита двухместный номер площадь данной категории от 12 до 15 метров квадратных номер состоит из большой прихожей совмещенного санузла и спальные комнаты здесь есть телевизор в том числе с российскими каналами две кровати размерами 90 на 180 кондиционер для комфортного проживания а также хочу отметить то что номера на третьем этаже находится на мансарде гостям предоставляется косметический набор и халаты к сожалению тапочки здесь не предоставляются в прихожей есть холодильник без мини-бара из прихожей есть вход совмещенный санузел где устанавливают душевые кабины некоторых номерах есть ванны есть набор полотенец а также фен предоставляется по запросу на рецепции на полу ковровое покрытие запрещено проживание с вашими домашними животными где-то открывается на парк и на улицу номера находится на мансардном этаже они по реконструкции остальные номера еще не прошли реконструкцию и не имеют кондиционера мы посмотрели как выглядит одна из категорий номеров подробнее с категориями номеров можно ознакомиться на нашем сайте санаториумс.ком а сейчас предлагаю ознакомиться с питанием и поговорить с диет сестрой мы находимся в ресторане санатория с его диет сестрой зовут ее яна валентова практикует медицине с 1989 года здравствуйте яна скажите пожалуйста что и как вы готовите для своих гостей в нашем заведении завтрак подается в виде буфета на выбор дается три теплых блюда холодные закуски салаты и сладости все это гости найдут на шведском столе обед и ужин сервируется по меню можно выбирать из трех четырех вариантов блюд что предлагается гостям бесплатно к напиткам напитки к завтраку два вида сока вода несколько сортов чая и кофе предоставляете ли вы гостям диетическое питание само собой в нашем санатории мы готовим диеты для гостей с самыми разными потребностями диабетическое меню безглютеновое и другие мы также можем позаботиться о клиентах которым нужно что-то особое например в случае пищевой аллергии когда приезжает клиент с потребностью в диете нужно сообщить об этом заранее как минимум за неделю до приезда лечебное отделение в санатории расположилась на нескольких этажах термальная вода сюда подведена но не используется для питьевого курса мы находимся в санаторию юдито в теплице и идем на встречу с главным врачом о том чтобы поговорить как проходит лечение в теплице и в санатории юдито в частности дорогие друзья мы находимся в теплице санаторий юдито в гостях у главного врача санатория станислава зайчика станислав имеет большой врачебный стаж работает врачом с 1997 года а на курорте работает более 15 лет по своему образованию вы врач внутренней медицины и врач реабилитационной физикальной медицины пациентам интересно как именно проходит лечение в юдите расскажите пожалуйста прежде всего кто приезжает с какими диагнозами пациенты на лечение в ваш санатории большинством наших пациентов становятся гости заболеваниями опорно-двигательного аппарата многие приезжают с артритами и артрозами приезжают и люди после операции на суставах важно отметить что пациенты приезжают как после операции по протезированию суставов так и после сильных ушибов травм переломов костей и позвоночника вторая группа заболеваний ревматологические заболевания в большинстве случаев это пациенты с ревматоидным артритом и болезнью бехтерева и третьей группой пациентов являются гости с различными заболеваниями спины и позвоночника есть много гостей с корешковым синдромом болями в суставах спине и позвоночнике какие методы для каждого заболевания вы применяете чтобы лечение было эффективным основные процедуры для нас это процедуры с использованием главного лечебного фактора фанатория термальной воды мы делаем ванны на нашей воде подводные массажи вихревые ванны проводим гимнастику в бассейне с термальной водой только в теплице проводится процедура водная дорожка в виде порш Anyway my Community is myself in this measure вода в этой дорожке также термальная данная процедура проводится под присмотром вихрявого физиотерапевта людям преклонного возраста назначается больше ванн так как нам понятно что пожилой человек не сможет выполнять гимнастику в бассейне. Помимо гимнастики в бассейне, проводим и обычную гимнастику с физиотерапевтом в специально оборудованном зале. В реабилитационном бассейне два раза в неделю пациенты могут не только заниматься, но и плавать. Гимнастика в зале проводится в основном для людей индивидуально, так как, например, при артрозе коленного сустава и подобных диагнозах пациенту просто-напросто сложно заниматься в группе и выполнять упражнения, которые даются всем сразу. Далее, немаловажная часть лечения. Физикальная терапия, в которую входит магнитотерапия на новейших аппаратах, биостимулирующий лазер, лампа биоптрон, диадинамотерапия, ингаляция для людей с заболеваниями дыхательных путей, сухие углекислые ванны. Очень популярны газовые уколы, которые применяются, когда человек жалуется на боли в спине или в мышцах. Используем новинку – аппарат антигравитационной терапии. Этот тренажер выглядит как беговая дорожка, на которой есть специальное отделение для нижних конечностей, настраиваемое индивидуально для пациента. Используется данное оборудование как для диагностики, так и для лечения. Мы у основной процедуры термальной ванны. Расскажите о ней, пожалуйста. Большинство наших пациентов принимают у нас ванны с лечебной водой. Процедура может проходить в классической ванне или подобной этой. Эта ванна называется вихревой. Это означает, что мы наполняем ее минеральной водой и настраиваем массажный режим, например, на все тело, только на спину или массируем только нижние конечности. Все зависит от нужд пациента. Еще одной особенностью является этот подъемник. Как вы можете увидеть, он поднимает пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата или пациентов, которые по разным причинам не могут самостоятельно принять ванну. Пациент садится в кресло и подъемник опускает его в ванну. Точно так же потом поднимает из воды. Как вы говорили, это уникальный бассейн и одна из особенных процедур, которая проводится на курорте здесь. Расскажите, пожалуйста, что именно и как происходит. Здесь я вам наглядно хочу показать, как проходит данная процедура. Придет пациент на костылях или же после сложной операции на опорно-двигательном аппарате. Отложит костыли и зайдет в бассейн держать за ручки. Эта серая металлическая поверхность всегда изначально находится на уровне земли, когда пациент находится уже в бассейне. Наш физиотерапевт начинает опускать дно до нужного уровня. Это может быть уровень до бедер, по грудь, а может и ниже. После того, как пациент погружается в бассейн, наш профессиональный физиотерапевт начинает проводить процедуру. Он показывает, какие движения и упражнения нужно делать под водой, учитывая состояние и диагноз пациента. Еще раз хочу отметить, что платформа бассейна двигается и это очень хорошо для людей с заболеваниями сердца, ибо мы можем опустить их в воду, при том не поднимая уровень воды до груди, а лишь заполняя бассейн чуть выше пояса. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал на YouTube и следите за обновлением авторских видеороликов, а также наших социальных сетей и бронируйте санаторий Юдита по лучшим Субтитры создавал DimaTorzok